Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас в Санкт-Петербурге на встрече глав государств и правительств стран группы 20. В этом году мы отмечаем пятилетие саммита 20-ки и потому вправе подвести некоторые итоги работы, что сделано и что ещё предстоит сделать. Прежде всего, удалось консолидировать усилия ведущих экономик мира, благодаря совместным действиям погасить наиболее острые проявления кризиса, начать формирование условий для предотвращения будущих кризисов. Напомню, год назад на саммите в Лос-Кабосе речь шла о создании своего рода антикризисной противопожарной стены. В её основу должен был лечь целый ряд согласованных шагов. Первое. Это решение о принципиальной задачи по снижению бюджетных дефицитов уровней государственного долга в развитых странах, включая Европу. Второе. Это ликвидация значительных пробелов в области финансового регулирования. И, наконец, третье. Это решение о проблеме нехватки ресурсов у Международного валютного фонда. В целом, «двадцатка» доказала свою способность находить решение весьма деликатных вопросов. Благодаря принятым мерам ситуация существенно улучшилась. Сегодня наиболее острые из названных проблем решены или контролируются. Однако успокаиваться рано. Наша главная задача – возврат глобальной экономики к устойчивому и сбалансированному росту. Эта задача пока, к сожалению, не решена. А значит, и системные риски, условия для острого кризисного рецидива сохраняются. Совсем недавно МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2013 году до 3,1%. Хотя ещё год назад его оценки колебались вокруг отметки 4%. В Соединённых Штатах экономика растёт, что нас всех, безусловно, очень радует. К сожалению, темпы не такие быстрые, как хотелось бы. Впервые за много лет можно говорить об экономическом росте в Японии. К сожалению, здесь пока нет гарантии устойчивости этой тенденции. А в странах еврозоны появились лишь первые сигналы окончания рецессии. Во втором квартале зафиксирован небольшой рост 0,3%. В целом, по году ожидаются не такие уж и хорошие результаты. Кроме этого, буквально в последние месяцы возникли новые риски. В своё время меры монетарного стимулирования, количественного смягчения, предпринятые в некоторых странах, помогли поддержать темпы роста, снизить волатильность финансовых рынков. Но такая политика раздачи бесплатных денег, мы все это прекрасно понимаем, не может продолжаться бесконечно. Поэтому сейчас наши партнёры начинают выходить из нестандартных мер финансово-экономической политики. И это может сказаться на состоянии ключевых глобальных рисков, затронуть экономики других стран. Но, собственно говоря, мы это знаем, уже и затрагивает. Нужен постоянный мониторинг, прогнозирование возможных последствий, своевременное принятие дополнительных мер, превентивных мер, как на национальном, так и на глобальном уровне. Но, повторю, главное – обеспечить базовые условия для оздоровления глобальной экономики, оздоровления через качественное развитие. Поэтому именно вопросы стимулирования экономического роста и создания рабочих мест стали центральными в рамках российского председательства в Группе 20. Сегодня нам предстоит утвердить Санкт-Петербургский план действий по обеспечению роста и созданию рабочих мест. Думаю, у нас есть все основания рассматривать этот документ как разумный баланс интересов. Он позволит укрепить доверие финансовых рынков к нашим планам, к нашим намерениям и вместе с тем стимулирует инвесторов обратить свои взоры на реальный сектор экономики. Основу плана составляют бюджетные стратегии и обязательства стран по проведению структурных реформ. В жарких дискуссиях сложилось общее понимание необходимости найти оптимальный баланс между проведением фискальной консолидации и поддержкой роста. Это была непростая работа, но мы можем поблагодарить наших экспертов за её результаты. Очевидно, что в средней и долгосрочной перспективе в большинстве развитых экономик необходимо сократить уровень государственного долга и дефицитов бюджетов. Тем не менее, одного только восстановления устойчивости государственных финансов недостаточно для возврата к высоким темпам роста. Логика и ход глобального финансово-экономического кризиса дали ясно понять, что необходимы всеобъемлющие структурные преобразования. Важно сделать акцент на фундаментальных гарантиях устойчивого долгосрочного роста и развития. Именно такая логика заложена в Санкт-Петербургском плане действий. Речь идёт о назревших шагах по регулированию рынка труда и налогообложения, о развитии человеческого капитала, о модернизации инфраструктуры, о регулировании товарных рынков. Правда, до прорывных результатов здесь ещё далеко. Процесс реализации структурных реформ носит сложный и зачастую долгосрочный характер. Общей стабилизацией ситуации, смягчению рисков, связанных с финансовыми рынками и суверенным долгом, безусловно, будет способствовать увеличению ресурсной базы МВФ на более чем 460 миллиардов долларов. В реализации этого шага страны-двадцатки сыграли ключевую роль. И сегодня мы можем констатировать практически полное выполнение обязательств, принятых нами год назад в Лос-Каббасе. Следующим этапом должна стать реформа, направленная на повышение роли, другими словами, квоты голосов развивающихся государств и стран с формирующимися рынками в МВФ. К сожалению, вынужден констатировать отсутствие прогресса в выполнении нашего поручения о завершении пятнадцатого пересмотра квот к январю 2014 года, хотя к этой работе приковано внимание всего мирового сообщества. Нас сдерживает отсутствие решения о ратификации договорённости 2010 года. Я призываю каждого проявить большую готовность к поиску сбалансированного, компромиссного решения в части перераспределения квот. Оно будет во многом определять эффективность и легитимность деятельности МВФ и двадцатки. Между тем, заметные успехи достигнуты в области реформы финансового регулирования. Этот вопрос с самого начала глобального кризиса находится в центре внимания нашего форума. Особо хотел бы отметить, что в 2013 году Совет финансовой стабильности стал полноценной международной организацией, что явным образом усилит его потенциал в работе по совершенствованию финансового регулирования. Значительный прогресс достигнут и в разработке подходов к реформированию и отчасти внедрению согласованных на международном уровне реформ в следующих ключевых областях. Это очень важные области, и я их позволю назвать, уважаемые дамы и господа. Первое – это базаль-3 банковское регулирование. Второе – реформирование рынков внебюджетных деривативов. Третье – меры в отношении системно значимых финансовых институтов. Для проведения таких сложных реформ необходимо стремиться к достижению компромиссных решений между ведущими экономиками мира. Очевидно, что национальные меры по укреплению финансовой стабильности не должны приводить к высоким регулятивным издержкам, неоправданно высоким для иностранных участников финансового рынка. Далее. Качество финансового регулирования напрямую зависит от того, насколько эффективны меры по противодействию уклонению от налогообложения. Эта тема стала одной из ключевых в этом году. В условиях всё большей глобализации мировой экономики для эффективного противодействия недобросовестному поведению налогоплательщиков недостаточно усилий лишь на уровне отдельных стран. Разумеется, каждая экономика стремится создать максимально привлекательные для бизнеса налоговые режимы. Но это не означает, что он должен использоваться, что эти режимы должны использоваться для уклонения от налогов. По итогам нашей встречи планируется принятие совместного плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Он подготовлен нами совместно с ОСР. И я хочу поблагодарить всех наших коллег за эту работу. Без них этого результата было бы достигнуть практически невозможно. План предусматривает целый ряд шагов, направленных на повышение прозрачности и совершенствование международных соглашений в налоговой сфере. Итогом его реализации должно быть существенное сокращение практики вывода прибыли в офшоры и рост уплаты налогов в тех юрисдикциях, где товар или услуга производятся. Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к обмену мнениями по повестке. Обсудим тенденции в мировой экономике и то, как на них реагировать. Обсудим проблемы финансового регулирования, включая план действий в налоговой сфере и реформы глобальной финансовой архитектуры. Согласуем и подготовленный экспертами Санкт-Петербургский план действий. Я хочу поблагодарить вас за внимание. И в начале этой части нашей совместной работы хотел бы предложить выступить госпожа Лагард, которая даст оценку состояния мировой экономики и финансов. Спасибо большое за внимание. Да, и, разумеется, я просил бы вас нажимать кнопку на вашем пульте с тем, чтобы я видел, кто из коллег, собравшись, хотел бы выступить, изложить свою точку зрения на обсуждаемые проблемы. Мы будем здесь работать в течение двух с небольшим часов. Если не удастся выступить всем, кто хотел бы это сделать, то я предложил бы, чтобы нам не уходить совсем в полночь, всё-таки более или менее вовремя переехать на рабочий ужин, там уже завершить дискуссию в рамках этой сессии и перейти к другим вопросам, которые представляют общий взаимный интерес. Здесь мне, как председателю нашей сегодняшней встречи, совсем неудобно настаивать. Я не хочу этого делать на расширении повестки дня, но некоторые из участников обратились ко мне с просьбой дать время и возможность пообсуждать и другие, не входившие первоначально в наш план, но очень важные и острые темы международной политики, в частности, ситуацию вокруг Сирии. Предлагаю это сделать именно во время ужина, с тем, чтобы нам всё в одну кучу, как у нас говорят, не сваливать и в первой части поговорить именно по тем проблемам, ради которых мы и собрались, которые являются ключевыми для Большой двадцатки. Спасибо.